Субтитры делал DimaTorzok Не, ну ты молодец, а! Все кинул. Сам, мол, разбирайся, тоже мне хозяин. В кои-то веки вместе собрались. Прости, были обстоятельства. Что у тебя случилось? Валер, мне помощь твоя нужна. Ты помнишь, я тебе рассказывал о Жене? Женя? Угу. Девушка странная. На чем-то тебе страшно дорогая. Она ищет своего сына. Но ей сказали, что он умер. Но она уверена, что ее обманывают и отправили мальчика в дом малютки. Кому это нужно? Я сам не знаю. Я когда попытался это выяснить, мы очень сильно поругались. Угу. Но это как обычно. Она поехала к женщине, которая, возможно, усыновила ее сына. Когда я туда приехал, там ее уже не было. Но зато там был ее муж, Олег, еще с кем-то. Они тоже ее ищут и пытаются ее вернуть домой. Валерка, я не знаю, где ее искать. Ну, мне кажется, ты все-таки не права. Угу. Да. Вот фотография мальчика, которого усыновили. Так. Валера, его нужно найти. Ага. Скажу своим ребятам насчет пацана. Ну, а сам займусь твоей красавицей. Есть кое-кто. Тут, в Каширине. Вот. Это ее сумка. Здесь документы и завещание ее отца. Поглядим. Валер, спасибо тебе. Да не за что. Пошли. Садимся, принимаем таблетки. И что, без фокусов мне? Рот открой. Спокойной ночи. И тебе. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Встаем. На выход. Стройимся друг за другом. Так. Аккуратно, аккуратно. Смотрим под ноги. Спокойно. Все выходим. Стройимся. Так. Так. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Смотрим под ноги. Все выходим. Так. Поднимайте ее. Поднимаемся. Поднимаемся. Веди, веди, веди. Проходим быстрее. Так, ну там ещё осталось. Давайте-давайте, выходите! Пропустите! Строитесь, стройтесь друг за другом! Добрый вечер! Дорога та ещё! Наконец-то добрался! Устал, как собака! Что с Женей? Всё нормально. Сейчас, выдохну, расскажу. Алло! Алло, мам, привет. Это я. Не волнуйся, всё в порядке. Олег, рядом? Только ни в коем случае, щас, щас, давай виду, что говоришь со мной, хорошо? Послушай, я хочу тебе сказать, что Олег, он очень страшный человек, мам. Ни в коем случае не верь ему. Я только что сбежала из психиатрической болицы, в которой он меня упёк, понимаешь? Вы не волнуйтесь. Я всё сейчас… Я поняла. Давайте договоримся о встрече и всё обсудим. Я в Каширине, на вокзале. Да, я понимаю, что ты приедешь только утром. Ты не волнуйся, здесь кафе какое-то круглосуточное. Да, я подожду тебя. Только привези мне одежду какую-нибудь. Спасибо большое. Вы меня очень любите. Пожалуйста. Да. Мне нужно найти одну дамочку. Зинаида Мордашова. Она мальчика усыновила. Ну, это косарь будет стоить. В рамках этой же суммы мне ещё нужен нотариус, который составил завещание бизнесмена Игоря Зорина, умершего в 2004 году. Ну, на эту же сумму не получится. Ну, если дело выгорит, получишь бонус. Знаю тебя. Чувствуешь большие бабки. Погадал? Пусть тебя не волнуют эти глупости. Время покажет. Давай. Угу. Мама. 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 Какая ты бредная. Как хорошо, что ты приехала. Давай, давай садись. Ты голодная? Нет. Ничего не хватает. Ничего не хватает. Нужно срочно ехать по одному адресу. Там, возможно, Костя. Поехали, поехали. Я расскажу тебе всё по дороге. Пожалуйста, поехали. Хорошо. Адрес посёлок Лесное. Всё, всё. Мы едем. Мы уже едем. Главное, не волнуйся. Хорошо. Хорошо. Как же я тебя ждала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Костя. Костя. Мама. Я хочу играть с тобой. Где ты? Костя! Нагоняй меня! Нагоняй! Я не вижу тебя! Сынок! Лида, давай быстрее! Уже открывай! Костя! Костя, у тебя опять кровь из носа. Прости меня, дочь. Тебе нужна помощь. Ты выздоровеешь. И вернешься домой, все. Будет по-прежнему. По-прежнему уже не будет. Выходите, пожалуйста. Жень. Раушанья Агаповна. Раушанья и я. Раушанья Агаповна. Что же мне с Женечкой-то делать, а? Ха! Дала нам всем тут прикурить ваша дочь, а? В буквальном смысле. Это ж надо такое устроить. Знаете, иногда мозг больного человека способен продуцировать невероятные вещи. Ну, вообще-то она, она всегда спокойна и была уравновешенной. Сейчас острая фаза. И потом это доминирующая идея насчет ребенка, которого срочно нужно найти. Я вообще не знаю, что с этим делать. Ну, это наша забота. А вы говорите, она уже восемь лет под контролем психиатра? Да, профессор Арыновский наблюдает ее. Естественно, с тех пор, как она сбежала, препараты она не принимает. Понимаю. Ну, я думаю, через месяцок вы сможете ее забрать, перевезти в Москву и перейти на менее травматичное лечение. Через месяц? А как вы думали? Раушана… Раушанья и я. Простите, Раушанья Агаповна, может быть, все-таки признать ее недееспособной? Очень верная мысль. Давно пора. Не вижу ничего страшного. У нас полстраны недееспособны. При этом все при постах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проглотила? Открывай рот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам за помощь в поисках. Деньги на счету. Так что, если что, обращайтесь. А, кстати, а мы вашего внука искать будем? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Какого внука? Ну, сына Евгении. Вы тоже верите в этот бред? А, ну, мне показалось, что… Вам показалось. Вы же настоящий профессионал. Я тороплюсь, простите. Да. До свидания, Ирина Владимировна. До свидания. Па-бам! Ну, я устал тебя ждать. Ну, не сердись, не сердись. Сейчас поедем. Но я же ждала, пока ты за своей мэмрой не закончишь. Ничего? Так, подожди. С мэмрой я еще не закончил. В психушке она временная. И развестись я с ней не могу. Потому что я в бизнесе. Или ты хочешь, чтоб мы все потеряли? Ну, чего стоишь? Садись в машину. Будем жить в шалаше. Нет. Или как? Ну, что ты сразу. Не поняла. Не поняла, мужчины. А это чего такое? Так это фрукты. Фрукты? Ну? А у меня ничего насчет фруктов в документах нет. Так это вот, эта самая разнарядочка. Ну, там, предприятие «Сокол». Ну, соки давят. Вот. Так у нас, это, фрукты пропадают. Сок давить не успевают. Там, гниют, это самое. Ну, у нас директор Александрович, да. Он там по больницам, там, ребенком там. Ну, в смысле, этим. Детским домам там. Ну, чего, красавица, я это. Так я чего? Выгружаем. Ну, ты разгружай. А я сейчас разберусь. Слышь, красавица, надолго ты не пропадай. А я… Ну, минутку. Ага. Я освобожусь и попозже приду. Ну, все, пока. Ну, все, пока. Привет. Не оборачивайся. Не оборачивайся, Жень. Слушай меня. Сейчас пойдешь со мной на расстоянии трех-четырех метров. Поняла? Да. Жень, ты меня слышишь? Трех-четырех метров. Пошли. Про фрукты ничего нет. Может, перепутали? Да нет. Это самое. Адрес-то это. Адрес строчный. А значит, у нас это, ну, мужик-то башковитый. Сами покушаете фруктиков. Ну, чего? Витаминчики. Вот, яблочко. Угощайтесь. Спасибо. Во. Ну, что, ну, в общем, все. Назад, чтоб загружать. А? А? Ну, договорились? Ты сколько сгрузила? Э-э… Ну, это самое. Семь? Черт с тобой. Где подписать? Внизу. Попей. Легче станет. Не хочу. Жень, попей, пожалуйста. Только осторожно, он горячий. А я думала, ты уехал. Я ж в лесной за тобой поскакал. А ты уже сбежала. Да и старуха больше ничего не знала. Здрасте. Вот. Вещи вам принес. Надеюсь, по размеру. Спасибо вам. Не за что. Это Валерий. Мой самый близкий друг. Благодаря ему я тебя и нашел. Очень приятно. Взаимно. Ром, на минутку. Держи. И пей. Угу. Да, что? Слушай, Ром, дело похоже серьезное. На вот. Ух ты. Ты возьми на всякий случай. Все, поехал я. Так, чтоб проясниться, позвоню. Давай, спасибо тебе. Давай, держись. Ну, как ты? Нормально. Легче? Ром, надо Костю искать. Мне кажется, в твоем состоянии рановато еще. Нет, нормально. Ну, вот. А говоришь, нормально. Давай-ка ты отдохнешь немножко, поспишь, хорошо? Хорошо. Немного. Только ты меня разбуди, хорошо? Ну, обязательно. А насчет поисков ты не переживай. Денис всем занимается, а он у нас профессионал. Рома. А? Не уходи. Я тогда здесь посижу, рядышком. Спасибо. Я все понимаю, я одного не могу понять. Каким образом, каким образом из вашей клиники с такой легкостью дважды убегает человек? У вас что, охраны нет? Нет. Вы не понимаете, она больная и может в первую очередь навредить сама себе. Да? Идиоты. Опять? Не надо было мне тебя слушать. Надо было брать ее и в московскую клинику везти. У меня завтра с утра самолет. Что мне делать? Значит, я снова поеду и привезу ее в Москву. Нет уж. Павел будет все решать. Господи, опять этот Павел Ирина Владимировна. Он вечно стует свой нос туда, куда не надо. И потом, мы платим ему такие деньги… Я млачу. Алло, Павел, здравствуйте. Ирина Владимировна. Да, мне опять нужна ваша помощь. Сбежала. Конечно, естественно, я подниму вам гонорар. У меня разве выборы есть? Да, хорошо. Я обещаю вам, что никто не будет, кроме вас, вмешиваться в это дело. Жду информацию. Жду. Теперь Павел все решает. Понятно? Понятно. Я поехал. В тапках, кретин. Вот. Вызвали. Ладно. Значит, снова придется ехать в Коширину. Да, занятная история. Так слушай про нотариуса. Этот товарищ уже похулиганил. Было дело. Составил поддельное завещание. Родственники Хай подняли. История вскрылась. Но у него там связи бляховые, так что дело замяли. Он не практиковал примерно год. Потом восстановил практику. А потом у него внезапно сгорел офис. Красиво вышел из положения. Да. Очень уж бабло любил, так что всякое могло быть. А у кого теперь спросишь? Почиил с миром. Даже жалко его. С собой-то все не унесешь? Да. Когда на кону большие деньги… А бизнесмен Игорь Зорин совсем не бедный человек был. Так что, скорее всего, ребенок имел место быть. Какой ребенок? Да там темная история с родственниками. Я сам пока не разобрался. Ну, это твои проблемы. Я бабло только за информацию беру. Кстати… Зину Мордашова я таки нашел. Так. Отсюда поподробнее. Мама, почему ты спряталась? Мама! 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 Я сам тебя найду! Костя! Жень! Костя! Что случилось? У тебя из нос кровь идет. Все в порядке? Все нормально. Может быть, врача? Не надо врача. Уверена? Да. Ну, как он мог поступить так с тобой и со своим сыном? Это не его сын. Долго я спала? Не очень. Надо ехать. Дай мне пять минут. Я буду готова. Я в машине буду. Слушай, а ты не слишком вписался в эту историю? У тебя все-таки бизнес, не забыл? Не забыл, Валер. Ладно. Мне домой надо смотаться. А вы тогда на рынок поезжайте, хорошо? За новость спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Да не за что. Как ты себя чувствуешь? Нормально. У меня хорошая новость. Валерка нашел Зину Мордашова. Нужно ехать в Москву. У них там точка на рынке была. Купила. Соль купила. Хорошо. Я приправу забыла купить. Как же я курицу теперь готовить буду? Олеж. Олежа. Сейчас, секунду, подожди, ну. Олежа. Олежа. Аня, какая курица, а? Сама ты курица! Ты что, с ума сошел? Я не знала, что ты такой психованный. Ладно, извини. Я погорячился. Просто у меня неприятности, если эта история с завещанием вылезет наружу. Какая история? Неважно. День добрый. А морковочка каратель у вас, да? А как же. Непременно. Это ж самый сладкий сорт. А вот еще у меня картошечка белая с Рязани. Картошка? У вас Зина Мордашова картошка на рынке торговала. С кошириной. Зинка. Ну, стояла тут где-то на втором роду. Вы знаете, у нее картошка — фуфло. Да вы что? Ну, и сама она, главное, с людьми не умела работать. Это ж, слышите, как клиент от нее сбежал от Зинки, помните? Ой, такая баба скандальная. Это… Горя, ты муж от нее ушел, да? Да, сбег. Еще удивляюсь, как он столько лет с такой терпел. Ну, так шо, брать шо будите тени? Конечно, с морковки. Очень сладенький. А мальчонка с ней был? Был? Был мальчонка. Такий хороший. Ой, слушайте, и вежливый, и шустрый, знаете, и слова никогда, и никому, и поперек никому не скажет, и всем помогал. А она его так шпыняла. М-м-м… Стерва ты еще. Ой, точно. А как муж-то смылся? Ой, такой хай на весь рынок подняла. Все думала, кто его увел. А кому надо с ним ввязаться-то? Можем не вот этот качалку? Потом забрала пацана и ушла. А мальчик с ней? Да, куда же он? Мамка же она ему все-таки. Может, еще возьмете? А хуже мачехи? Конечно. Честное слово. А я его как-то к себе брала, так он, знаете, бедно домашних не мог наесться. Ой, я ему тогда говорила, приезжай и живи. Так что, от этой стерва убежишь? Ага, она ж на него пособие получала. Да, а, говорит, она с Котовым завязалась. А Котов это кто? А, это местный наш сторож. Выбивает крепко. Можно без дачи. Как Котова найти? Семеновна, а как это Котова найти, а? Ну, кажется, здесь. Ну, кажется, здесь. Здрасте. Ты кто? Белый день на дворе, а вы уже на кочерге. Я Зина. Очень приятно. Мальчик где? Э, это кто? Ребенок, я спрашиваю, где? Колян, у бабки. А ты кто? У бабушки его нет. Значит так, Зина. Либо сейчас говорим, где мальчик, либо я вызываю полицию. И разговор пойдет совершенно по-другому. Это ясно? Ты кто? Сидеть, сидеть. Да и что, по-другому? Ты кто? Я из общественного контроля. По усыновителям. И в моем полномочии сообщать в органы опеки о неблагополучии в семье. А здесь же все налицо. Нетрезвое состояние. Мальчик неизвестно где. Ну, будем говорить или как. А чего ты, Кирик, писаешься? Да никто пока не кипятится. Кстати, пособие, которое вы получили на мальчика, тоже с вами может распрощаться в ближайшее время. Ты чего? Он сбежал. Он сбежал у меня. Как сбежал? Бегает туда-сюда. Раньше не ходили, а сейчас месяца нет. Месяц? Ну, месяц. Его нет месяц! Тихо-тихо-тихо. Жень, успокойся. Ну-ка иди на воздух. Иди. Полицию вызывали? Тихо. Я еще заберут. Сказали, если ничего, я еще заберут. Что ж вы за мать-то? Алло. Я Зина. А ты кто? А? Алло, Валер. Послушай, мальчик уже месяц как в бегах. Ну, это так его горе-мамаша говорит. Но мне очень важно его найти. Да, Валер, для меня это очень важно. Потому что это мой сын. Я надеюсь, ты вам поможешь. Спасибо, что вы. Что за день за такой сегодня? Пусть за гостем. Ты кто? Что? Да я по делу. Насчет вашего приемного сына. Вы говорите, гости у вас были? Апишите их. Апишите их. Апишите их. ЛИРИЧЕСКИ Девка его романом называла. Сами представились, сказали, с общественного контроля. Брешут. Брешут. Интересно. Ну, поподробнее. На какой машине они приезжали? Они много ли, а? Они хорошие. Как у директора рынка. Номер рассказать? Ну, говори, говори. Что теперь делать? Продолжать искать Жень. Где? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чёрт! Чёрт, а! Чёрт! Чёрт! Ну, есть новости? Кофе угостите по старой памяти. Домработницу рассчитали, а новую пока не завели. На кухне растворимой. Новости есть. Я знаю, на какой машине передвигается Евгения и её сообщник. Сообщник? Какой сообщник? Вам что-то говорит имя Роман Башеев? А, да. Это её бывший. Вот. Правильная пословица. Старая любовь не ржавеет. Сразу примчался на помощь девушке. Кстати, он так и не женился. Чёрт! Чёрт! Мне-то зачем ты говоришь это? Ну, как скажете. Чё надо вообще? А вот это первый правильный вопрос. А я, мой дорогой, денег хочу. Что? Я хочу, чтобы мой гонорар был увеличен. Что? Да там сущие пустяки. Ещё пятьдесят процентов. Сколько? Столько-столько. Я, мой дорогой, очень много знаю. Я знаю про нотариуса. Я знаю про завещание. А ещё я знаю про мальчика, который не умер. Хорошо. Договорились. Вот это правильно. А что вы будете делать? Ну, могу задержать Голубков прямо на трассе. Тем более, они сейчас в Москве. Ну, задерживайте. Подполковник Вересов. Разыскное агентство «Ветер». Есть сведения, что на автомобиле «Мерседес» серебристого цвета перевозят партию огнестрельного оружия. Да. Госномер К-5-4-1-МС. Девяносто первый регион. Да, уверен. Дайте информацию по постам. Добро. И контрольный звоночек. Алло. Толя. Давай. Николай Мордашов. Фамилия усыновителей. 2007 года рождения. Особых примет нет. Фотография, кстати, годичной давности. Ты посмотри, не поступал ли он за последний месяц в приемник распределитель. Ну и вообще, может, какой сигнал был? Хорошо? Хорошо. Что с матерью? Она в розыск подавала? Да какой там? Товарищ капитан, информация пришла. Серый «Мерседес» К-541-МС. Полный арсенал огнестрельного обнаружили. Какой номер, ты сказал? 541-МС. Ориентировку по постам разослали. Угу. Угу. Прости. Да, Валер. Я тебя понял. Где, где? А, вот, Беляева проезжает. Да, в сторону города. Угу. Хорошо. Минут через двадцать возле озера. Там дорога в лес отходит. Давай там встретимся. Успеешь? Угу. Давай. Что случилось, Ром? Все хорошо, Жень. Все будет хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Машина Мерседес К541 проехала в сторону города. Петь, тормози его! Да, да, слушаю тебя. Где, ты говоришь, его машина? Да мы рядом. Сейчас будем. Да отдам должок, не боись. Что, взяли? Нет пока. По Киевской идёт, к городу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, тебе добрый, предъявите документы и выйдете с машины. Это кто? Где моя жена? Не знаю я. Сейчас разберёмся. Командир, извини, музыка громко играла, не расслышал сразу. Багажник откройте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да не вопрос. Коврик поднимите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, вроде выскочили. В этой машине они нас искать не будут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я так устала. Куда мы едем? Ко мне. Ты вот что, ты... Ты отдохни, а потом мы с тобой поговорим, и ты мне всё расскажешь. Ладно? Хорошо. Откуда взялся этот мужик? Машина от Обашеева. Ты бы лучше спросил, где их теперь искать. На иголки найдутся. Живёт же где-то этот Башеев. А я по базе пробью. Может, они вообще у него решили перекантоваться. Значит так. Отвезёшь меня домой? Потому что больше на твои эти штуки я не ведусь. И, похоже, с твоим гонораром я тоже погорячился. Сам с Ринной Владимировной разбирайся. Да уж разберусь. Не беспокойтесь. Вроде недалеко от Москвы. А воздух здесь совсем другой. Женя, я хотел у тебя спросить по поводу Костя. Костя. Это мой сын? Да. А почему ты молчал? Ром, я… я пыталась тебе сказать… Ну, ты помнишь, что ты мне сказал перед расставанием, что никаких детей быть не может? Нет. Я промолчала. Потом был Олег, мама. Я вышла замуж. Как потом оказалась на зло тебе. Я думала, у меня получится забыть тебя. А потом твои слова насчёт ребёнка. Прости меня, Жень. Прости её. Я должен был сказать тебе ещё тогда. Перед тем, как мы с тобой встретились, у меня умерла сестра. Младшая. От порога сердца. Врачи сказали, что это наследственная. Я очень боялся, что если у меня когда-нибудь будет ребёнок, то он может унаследовать эту болезнь. А почему ты не сказал? Ну, почему не объяснил? А ведь всё могло быть по-другому. Не понимаю. Костя мог бы быть сейчас здесь, с нами. Прости. Прости меня. Я тебе обещаю, что мы его найдём. Обязательно найдём. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Привет! Привет! Костя, будешь? Кофе? Буду! Садись! Ой, моя сумка! Спасибо! А я думала, что я ее потеряла Пожалуйста! Жень! Доброе утро! Кстати, спасибо за машину! Да не за что! А как было на самом деле? Весело! Да? Приехали эти два барана Ну, муж ваш, еще один Посмотрели, уехали Я мужикам ксиву показал А потом кое-куда еще позвонил Все, разошлись по-тихому Я тут кое с кем проконсультировался Похоже, что Женя права Ситуация действительно сложная Ваш муж, зная, что ребенок не его Не хотел, чтобы бизнес вашего отца доставался мальчику Вот и провернул это дело Ну, я же говорила тебе, что это Олег Олег? Ну, почему Олег? У него всего лишь часть дохода Сейчас основной владельцей является Женина мать Ну, а почему мама тогда тоже думает, что Костя погиб? Ну, видимо, тут сказалась смерть вашего отца Она тогда не контролировала ситуацию И Олег смог убедить ее В гибели мальчика Ну, хорошо, допустим А почему Олег не позаботился о том, чтобы признать Женю невменяемой? Тогда опекуном становится он Или мать А это очень сложно сделать Потому что ваша мать не хотела этого Дальше что делаем? Ну, пьем кофе Не, подождите, а как пьем кофе? А кто ж Костю-то искать будет? Женя, давайте этим займусь я А вы побудете тут Тем более, вас и так ищут Хорошо? Нет, я так не могу Женя Хорошо Возможно, вы и правы Все, Ром, я сообщу, где встретимся Давай Спасибо Спасибо вам, Валер До свидания Может, маме позвоните? Не стоит Она еще доверяет твоему Попались Ласточки мои, а А в этом доме гораздо уютнее И места больше Да В хозяйке метишь Никуда и не мечу Давай, давай, снимай, снимай Снимай Э, я не понял Тихо Ирина Владимировна Да, Ирина Владимировна Так Ищем Женю Конечно Ищем Павел работает Да Все под моим контролем Да, вы не волнуйтесь Будут новости Я обязательно вас сразу же наберу Да До свидания Вот ведьма-то, а Что? Да она меня за мальчика для битья держит Я устал Устал Так, давай наверх, быстро Этого нам только еще не хватало И не выходи, пока я тебе не скажу Коротаешь одинокие вечера? Нет Тебя жду Интересные картинки смотреть будешь? Здесь, что ли? Угу Это она где? Ее нужно срочно вернуть Это как? Напасть на дом Бошеева? Вообще-то она может находиться там, где захочет Или приняли какой-то новый закон насчет сбежавших жен Ты забыл? Она сбежала из дурдома Я-то не забыл Напомню Она не признана недееспособной И может покинуть клинику в любое время Так что извини Есть вариант Это договориться с ней или с Романом И кстати Он мужик серьезный И не стоит с ним идти на открытый конфликт Мне все равно Серьезный он Несерьезный Мне нужно, чтоб моя жена была дома Понял? А вот это меня уже вообще не интересует Я свое дело сделал Условия контракта выполнены Так что давай рассчитаемся Ну уж нет Женя дома, тебе деньги Ах так Ну ладно Тогда поговорим по-другому Я знаю, что Женин сын существовал Вернее существует И у меня есть очень интересная информация Для которую ты мне заплатишь гораздо больше Иначе Женя узнает, где мальчик Что ты несешь, а? Что ты несешь? Ты заплатишь Вот Такую сумму Плюс Деньги За сделанную работу Иначе информация уйдет По другому адресу У тебя два дня Будем мы на телефон отвечать, а? Ирина Владимировна Я ничего не слышу Ирина Владимировна, вы где? На вечеринке у партнера Есть новости о Жене? Да, она у Романа Мне нужны деньги У какого Романа? У своего бывшего У Башиева Да, Ирина Владимировна Мне нужно снять со счетов Большую сумму денег Боже, что ты несешь? Какие деньги? Слушайте, давайте я вам потом объясню Олег, не морочь мне голову Я приеду через деньги Да это поздно Приеду, что значит поздно? Пока Значит, ребенок все-таки жив? Она его не придумала, да? Ну, ты-то не начинай, а Да, а, Танечка Что-то срочное? Что? Телефон секретарши нотариуса? Да ты моя умничка Скинь мне, пожалуйста, СМС-кой Ага Постой На меня Мозила Как ты бьешь? Научись играть Как Женя? Потихонечку Понятно Пацанов тех видишь? Мне мяч Постой Я узнал, что Коля с ними был какое-то время Ну, со мной-то они говорить не будут В ментах, хоть и бывшего Они сразу вычислят Играть не умеет А потом играй А вот тебе, я думаю, можно с ними пообщаться Ну, попробую Давай, удачи Давай! Отбивай! Отбивай! Здорово! 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 Кто вас за старшего? А тебе нафига? Ну, разговор есть Вон, Генка Ага, спасибо Здорово, Ген Здорово! Здорово, моя рожа Бей на вес А головой можешь? Хорошо, бей! Еще, еще Был здесь Мне десять назад Пару дней перегантовался и свалил А куда, знаешь? Ага, мазь его Давай, давай, бей Держи, бизнесмен У него в Ростове вроде дружбан есть Мы ему еще куртофан Как раз не справились с капюшоном Ну, по поездам же ночью холодно прыгать Еще, еще Ну, ты молодец, мягкий Ну, спасибо тебе Давай, пей Пацанам лимонадку Давай, давай Счастливо, обувь Ну, дайте мелкому мять Быстрее Эх, попал Чай с пергамотом Лидия, а где вы сейчас работаете? Тоже в нотариальной конторе? Ну, что вы У меня свой маленький частный бизнес Косметика Надоела рутина? Пожалуйста Спасибо Ну да, бумажки, бумажки От них в глазах хребило Я понимаю, но уж извините Коснусь этих воспоминаний Я насчет одного завещания Ваш бывший шеф Оформил завещание бизнесмена Игоря Зорина Но я понимаю, что всего не упомнишь Но все-таки попытайтесь немного напрячь свою память Понимаете Я ничего не помню Но я вас спрашиваю, как частное лицо Я не помню ничего Лида Лида Это очень важно Такая невероятная несправедливость Из-за этого страдают многие люди Помогите мне, пожалуйста Я вас очень прошу Я в долгу не останусь Ну, мой шеф Пару раз занимался Ну, этим, противозаконным Но я ничего не знала И денег никаких не видела Он мне дарил духи французские Они пахли ландышем А еще Примировала меня поездка в Грецию Один раз Так было хорошо Солнце, вода Лида Это останется между нами А в долгу я не останусь Ну, ладно Ну, ладно Один раз К шефу Приходил Такой молодой Импозантный мужчина Спрашивал про завещание покойного Но они его, кажется, не нашли Покойный хранил завещание у себя дома А ваш шеф Сделал другое завещание? Насколько я помню, нет Значит, реальное завещание не нашли Семья сама распорядилась наследством За большие деньги вашему шефу Чтобы история не выплыла наружу Угу Лида Вы мне очень, очень помогли Спасибо вам большое Если что известно Расскажет, поможет Мужик хороший Ну, будем надеяться Здорово Роман Леонид Очень приятно Ну что? В красной куртке с капюшоном Лет восьми колем Радашов Нашли? Чей этот парень? Это мой, мой ребенок Он с поезда сорвался Надо опознать Куда нужно ехать? Здесь недалеко Поехали Поехали В общем, копать дели Зориной можно Завещание поддельное Секретарша подтвердила Она даст показания, если что Я думаю Смогу убедить ее Так, давай структурируем задачу Только, дорогой мой, я теперь не на гонораре, а в доле Идет? Ну, ладно Только этот Олег Пока не очень-то хочет раскошелиться А вдова? Надеюсь, встретится с ней в ближайшее время Она прилетает из Швейцарии не сегодня, а завтра Думаешь, она при делах? Не знаю Ну, муженек с Зориной, точно Но тут есть одна несостыковочка Судя по дате свадьбы и времени родов Зорина выходила замуж уже беременной Я думаю, Олег не отец ребенка Именно поэтому от него избавился Ну, где теперь найдешь настоящего папашу? А его искать не надо Он сейчас, скорее всего, с Евгением Ну, Роман Башеев Он же ее бывший Он, видимо, и отец Мексиканский сериал Ладно, короче, что делаем пока? Пасаненка ищем? Погоди Олег? Ну, здравствуй, чем порадуешь? А, Ирина Владимировна приезжает И тогда ты сможешь сразу снять такую сумму Я думаю, я сам поговорю с Ириной Владимировной У меня один вопрос Ведь Женин ребенок не твой сын, верно? Романа Башеева Ну, почему же не мое дело? Теперь же мое Что и требовалось доказать ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надо было мне одному идти Но я его все равно никогда не видел ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, может, я за руль сяду Смотрите продолжение в следующей серии. Я не знаю, как ей сказать, что Костик погиб. Но хочешь, я ей скажу. Не надо. Я сам должен. Господи, ну почему так-то все? Ну почему это должно было случиться с Нэ? Она-то в чем виновата? Я же думал, что все хорошо будет, что все наладится в скором времени. А тут я только заново ее обрел. Я так не хочу ее потерять, Валера. Я очень ее люблю. Валера 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Жень! Женя! 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 Добрый! Вы кто? Я из частного сыскного агентства. Виделись уже? Ну, полагаю, нам есть о чем поговорить. Можно побыстрее мне некуда? Ну, я, собственно, по поводу Евгении Зориной. Ближе к сути. Ну, по ходу моего расследования выяснилось много интересных фактов. Насчет завещания, например. А также насчет ребенка. Да. Знаете что, давайте дождемся Евгению, и вы нам подробно обо всем расскажете. А, так. А я ее только что видел. Она на серебристом джипе выехала. На шоссе. Оружия нет. Вы на машине? Да. Поедимте. Идемте. Давайте быстрее. Слушайте, деньги мне нужны завтра. Я исполнительный директор компании. Какая подпись Ирины Владимировны? Да она, возможно, только завтра прилетит. Пока одно, другое. Вы меня слышите вообще? Вам что, моей подписи недостаточно? Ну, черт с вами. Женюш? Ты убил моего ребенка. Дважды. Теперь настала твоя очередь. Я хочу, чтоб ты мучился так же, как и он. Говори, как все было. Говорили, я прострелю твою колено. Женя, это не я. Меня заставили, понимаешь? Заставили. Женя, Женечка. Женя, у меня кровь течет. Я ранен. Женя, вызови скорую. Я умираю. Я умираю. Я умираю. Ну, я умираю. Да что ж за машина такая. Ладно, мы на попутке. Дальше ты сам. По поводу денег мы договорились. Давай. Да по рукам. Давай, командир. Поехали. Поехали. Я не понял, что вы наремонтировали здесь? Она обратно закипела. Женя, доченька, ты дома? Стоять. Как я рад. А я считала тебя мамой. Что ты такое говоришь? Я… Я же с двух лет с тобой. Ты дочка мне. А ты решила избавиться от моего сына из-за папиного наследства? Странно, что ты меня сразу в психошку не упекла. Хотя я ж тебе не мешала. Семь лет. Ты украла у меня. Семь лет. А мои двадцать лет, которые я прожила с тобой и с твоим отцом. И в результате машина и квартира после смерти. Это справедливо? Ты что, рехнулась? Да. Сядь. Сядь. Я же, по-вашему, психически нездорова? Меня признают неуменяемой. Почему ты не уничтожила завещание? Не нашла? Странная и неряшливая для тебя? Или чрезмерная самоуверенность? Значит, идея с мнимой Костиной смертью твоя. И папа с приступом. Это ты его убила? Да просто дала не то лекарство, не в то время. И скорую не вызвала. Заткнись, идиот. Ты сам по уши в дерьме. Да? Это вы мне ее навязали, пообещав перспективу. Вам нужен был свой человек. Господи. Какой ужас. Ты мерзкий слезняк. Вы оба мне заплатите за то, что сделали с моей семьей. Я убью. Принеси аптечку. Быстро. Сейчас. Зажми нос. Быстро. Что вы делаете? Рот открывай. Держи рот. Что вы делаете, а? Суицид. Мы тут можем надолго застрять. Слушай, а другая дорога есть? Можно в объезд, но это дольше. Ну так давай, давай, родной, быстрее, ну. Давай. Бросай. Хватит скулить. Поля на вылет прошла. Через неделю забудешь. Кто там приехал? Проверь, иди. Накинь что-нибудь. Хорошо. Мама, беги ко мне! Стави! Сюда! Я здесь, мама! Я здесь, мамушка! Костя! 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Где Женя? Где она? Какая Женя? Вы кто такие? Спокойно, спокойно, спокойно. Что происходит? Кто вы такие? Вы кто такие? А, это вы. Что вы делаете в моём доме? Ищу вашу дочь. Почему именно здесь? Не трогайте мои вещи. Женя в клинике. Она сбежала оттуда. Нам известно о сговоре с нотариусом, об афере с ребёнком. И, кстати, завещание Зорина у нас. Вы что, мне байки пришли рассказывать? Я не собираюсь с вами ничего обсуждать. Убирайтесь отсюда. Так, всё, у меня лопнуло терпение. Вызывай полицию. Павел! Эти люди ворвались в мой дом. Мы вызываем полицию. Помогите, пожалуйста. А полиция уже здесь. Где она? Где она, я спрашиваю? В домике, во дворе. Мразь! На! Мразь! Женька! Жень! 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 Давай, выходи! Правда! Я только исполнял, что она говорила. Она и мужа отравила! Я вам всё расскажу! Ну, теперь точно расскажешь! Иди-иди! Руки убери! Руки убрал! Садись! Руки университета массовой стики! Руки убрал! Руки убрал! Руки убрал! Причём nhà чёртового стragsm Kaufmlaufа В п vibe. Так ко мне, Аркадор, Продолжение следует... Продолжение следует... Костя. Костя. Рома. Костя. Костя жив. Я чувствую. Костя. Значит, ты видел не того ребёнка. Надо продолжать искать. Слышишь? Слышу, слышу. Спи. Мы найдём. Обязательно найдём. Теоретически ведь могло так получиться, что нам показали не того мальчика. Могло? Теоретически. Мы же не проводили генетическую экспертизу. Рома, разве можно верить каким-то женским снам? Ты подумай сам, ты взрослый разумный человек. Этот мальчик был просто похож. И куртка у него была красная. Я, конечно, понимаю, что тебе не хочется верить, что твой сын погиб... Я тебя услышал. И спасибо тебе огромное за твою помощь. Ну, дальше я сам. Мне нужна информация. Вы же работали по этому делу? Спасибо. Что касаемо денег, я заплачу вдвое больше. Хорошо. Меня наняла Ирина Владимировна для розыскажения. Но я тогда был совершенно не в курсе того, что... Конкретнее можно? Да. Конечно. Можно и конкретнее. Я понял, что мальчик существует, когда Олег точно знал, куда поедет Женя в Коширине. Ну, и пошел по следу ребенка. Мы тоже пошли. Но я так понял, что ваши поиски зашли в тупик. А ваши? Видите ли... В общем, мы ищем Колю Мордашова. Олег рассказал все, что знал. Ирина Владимировна молчит. Ну, это не важно. Я связался с главврачом роддома, который сейчас живет в Лос-Анджелесе. Ну, припугнул, что его вышлют из Штатов. Короче говоря, Коля Мордашов и Костя Зорин — это один и тот же человек. Я в этом точно уверен. Ну, он же убежал от этой женщины, кажется, он. А я не уверен, что погиб именно Костя. И то, что я вам сейчас скажу, ну, будет стоить несколько дороже. Тихо, тихо. Что вы так нервничаете и успокойтесь? Да говорите же. Его сняли с поезда и отвезли в приемник-распределитель. А там куртку у него отобрал, парнишка покрепче. Похоже, что это именно он и погиб. Где искать Костю, вы знаете? В Ростове мальчика с такими приметами нет. Это я пробил по своим каналам. А если, если желаете продолжить поиски, то я могу приступить. Да. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такие хорошие, я не знаю, здоровенькие, смышленые Мы вместе Ой, Калюня, ну какой-какий молодец Вот так, ага, ага, умничка Ой, умничка моя, во помощь Ага, ай, вот так, ну да А ну давай, давай Ой, здрасте А вы нас искали, да? А мы трошки переехали Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...